Журналистские расследования Уже не помню, сбилось со счета, действительно Но, наверное, уже более трех десятков в целом расследований В принципе, расследования уже касаются не только нашего города Уже были расследования и в Киеве, и в Хмельницком Ну, как бы, все зависит от того, за кем я временами наблюдаю Вот была в Хмельницком, обратила внимание на какие-то казусы И вот сейчас опять пишу про их депутатов И в Киеве какое-то время пришлось пожить Писала про киевских, потому что постоянно наблюдала Постоянно стыкалась с проблемами И киевляне обращались с проблемами Присылали документы, где было четко видно, что есть коррупция И писала я о них Ну, по большей части пишу о нашем городе и области О депутатах и чиновниках Самая циничная, по твоему мнению, коррупционная схема Которую удалось тебе раскрыть и твоим друзьям, с кем вы работаете? Ну, естественно, самая циничная схема Которую мы раскрыли еще очень давно В 2016 году мы опубликовали расследование по краяну И написали как раз заявление в НАБУ И вот сейчас мы все ждем и надеемся, когда она принесет результаты Это раскрытие этой схемы Расскажи подробнее непосредственно о краяне Потому что журналисты, безусловно, знают о Евромэрии И о том, что наша городская дума планирует переезжать в так называемую Евромэрию Что там было и что заставило тебя обратить на это внимание? Ну, в первую очередь, скорость, с которой принимались решения Очень срочно нужно было мэрии переехать внезапно И они рассказывали на заседаниях мэр Собственно, рассказывал на заседаниях, что это очень давно планировалось Что все очень продумалось Продумывалось до мелочей И что это единственное здание, которое им идеально подходит И очень нужно его срочно купить А так как мы уже на тот момент с нашей организацией Антикоррупционный офис Давно анализировали проекты решений городского совета Мы знали, что это здание было, в принципе, продано не так давно Из собственности города, земля И само здание частично, частями было продано И тут его срочно обратно нужно покупать Это, естественно, вызвало подозрения И мы решили проанализировать вообще весь процесс Как передавалось это здание Кому оно принадлежит Естественно, выявили друзей депутатов Даже бывший помощник одного из депутатов нашего горсовета Был в схеме, участвовал как продавец Я знаю, что там и депутаты областного совета были задействованы в схеме Да, действительно, там все понемножку постарались Но большая часть, на самом-то деле, вины лежит именно на нашем городском совете И на мое... Ну, по-моему, должны ответить все те, кто проголосовал за это Потому что они прикрываются постоянно коллективной ответственностью Что ее не существует в Украине Что никто... Ну, они таким образом пытаются избежать наказания Но на самом-то деле есть поименные списки Тех, кто голосовал за все это счастье Кто потратил наши деньги нецелесообразно на разрушенное старое здание Которое было непригодно к использованию абсолютно Там не было ни проводки Хотя на сессиях мэр уверял депутатов Тех, которые там были оппозиционными Он уверял, что там все есть Коммуникации есть Что там только косметический ремонт нужен А на самом деле, по моим подсчетам Только в прошлом году Уже на ремонт этого всего хлама Я извиняюсь, но по-другому это здание Ну, на момент покупки нельзя было называть В прошлом году уже было потращено более 800 миллионов То есть это уже почти миллиард был Гривен наших, которые могли бы пойти на школу, на детские сады И мы все прекрасно знаем, что у нас тут Ну, есть чем заниматься, есть что ремонтировать Они потратили на условия для себя И в то же время, когда они покупали это здание На государственном аукционе можно было купить Несколько раз дешевле Здание уже с ремонтом действительно И уже с условиями Фактически в центре города на проспекте Шевченко Но им оно не надо было Им нужно было купить именно краян у своего друга В десятки раз дороже, чем продавали когда-то Какая сумма, если говорить о самой покупке и продаже А не сколько вложенных денег Какая сумма ущерба была нанесена За сколько продали само здание, ну, краяна, да И за сколько одесская мэрия его купила По-моему, там было в районе 40 миллионов, когда продавали Или 4 или 44 миллиона Вот, я помню цифру 4 4 миллиона было при продаже Сумма этого здания То есть мы его отдали фактически даром А покупали его за 185 миллионов Хотя бизнесмен, так сказать Который его нам продавал Ни капли не вложил в него Наоборот, за это время оно еще больше разрушилось То есть если бы там хотя бы было что-то Что можно покупать за такие деньги Если бы это было здание в центре города Или там, ну, в каком-то из элитных районов Более-не-менее Но это здание находится возле кладбища Нет ни коммуникаций Нет ни стен толком не было Там были разрушены потолки Ну, то есть на видео, которое опубликовало НАБУ Там все прекрасно видно В каком состоянии было это здание Не было смысла тратить эти деньги Все мы наблюдали за судебным заседанием Где непосредственно подозреваемым был Геннадий Труханов И знаем о том, что прокурора НАБУ просили 12 лет А в итоге у нас оправдательный приговор Как такое может быть 12 лет и оправдательный приговор Когда только сам приговор зачитывали несколько дней И фактически вина была доказана Вот что пошло не так на процессе судебном Ну, в принципе, у нас судебные процессы все Пока что не могут заканчиваться нормально И чиновники, депутаты и прочие коррупционеры Не будут садиться до тех пор, пока эта судебная система Не будет полностью выметена из нашей страны Потому что именно от судей зависит в итоге решение Хотя колоссальная работа и со стороны НАБУ И со стороны СААПа была проведена Много часов судебных заседаний Хотя достаточно быстро рассматривали дело Но, в принципе, много часов мы провели на судебных заседаниях И наблюдали за всем этим И судьи в итоге выносят такое решение Только потому, что все они друг с другом повязаны Ну, не может просто так судья взять и наплевать на все доказательства Ну, коллегия судей Не может наплевать на все доказательства, которые были озвучены в суде И вот мы видим, что они это сделали Им просто плевать на законы Плевать на наше государство, на наш город Они выносят решения, которые удобны их друзьям фактически Для тебя ожидаемо было, что свидетели по делу Украины Вдруг отказались давать свои показания? Действительно, что они не уехали из страны А, в принципе, так и ожидаемо Сейчас вот как раз открыли дело Ну, то есть вручили эпидозуру одному из свидетелей Пока еще не озвучивают кому Как раз тому, кто отказывался давать показания Но был в курсе всех схем и дел Я знаю, что апелляцию по делу Украины Будет рассматривать уже антикоррупционный суд Известно ли тебе, когда, возможно, будут рассматриваться апелляции? Есть ли у нас надежда на то, что антикоррупционный суд Все-таки примет решение, скажем так, положительное для тебя? Потому что непосредственно это твое расследование Ну и положительное для всех нас Для того, чтобы мы видели о том, что у нас за коррупцию все-таки наказывают чиновников Ну, надежда все равно есть Все-таки это новый, новосозданный орган Который пока еще не имел возможности показать себя и проявить И пока что у меня есть надежда, что все-таки сядут те, кто виноваты в этом Ведь на самом-то деле здесь вопрос стоит даже не в том, что ой-ой-ой, какой плохой мэр Здесь вопрос стоит в том, что все эти деньги, которые были потрачены за эти годы Они могли спасти жизни больных людей Могли дать лучшее образование нашим детям Они могли сделать наш город лучше и помочь ему развиться как-то Но нет, они были выкинуты Для меня это выкинуто Потому что они были отправлены в карман друзей мэра И вот сейчас мы ожидаем еще даты заседаний неизвестной Но мы очень ждем и очень хотелось бы все-таки поехать на эти заседания И видеть в глаза судей, смотреть в глаза судьям, как одесситы И чтобы они чувствовали ответственность за принятые ими решения Потому что старым судьям им абсолютно плевать Если говорить о судьях, я знаю, что ты проводила и расследование по судьям И против тебя даже одна из судей нашего Одесского суда подала в суд за моральное Расскажи об этом, что ты тогда нашла и почему все-таки против тебя завели На самом-то деле я даже не опубликовала эти материалы Я просто проверяла всех глав судов И все, что... Ну, они как раз проходили комиссию тогда И перед комиссией я решила проверить их Если будет что-то интересное, написать заявление Я не собиралась еще даже публиковать Я думала, когда уже придут ответы по моим заявлениям Из НАЗК и из прочих органов То тогда я уже опубликую эту информацию И вот я не успела получить ответы Как мне прилетел иск От одной из судей, Натальи Богацкой или Марчагиной Она была на тот момент главой апелляционного хозяйственного суда Одного из самых таких богатых судов Так как они рассматривают дела бизнеса И как бы хозяйственные дела всегда очень дорого обходятся И вот глава этого суда подала на меня иск О том, что я якобы не написала неправду в своем заявлении Также она считала, что я опубликовала эту информацию Хотя я ее не опубликовала Другое издание нашло похожие факты И опубликовала это чуть позже Все, в принципе, в тот момент следили Активисты следили за прохождением судей комиссии И естественно, что кто-то тоже рыл помимо меня информацию Искал о ней И вот Наталье Станиславовне очень не понравилось Что я в своем заявлении написала о том, что у ее мужа был бизнес в Донецкой Народной Республике Ну, в нашем Ордло И было похоже, что его фиктивно закрывали То есть отношения у его бизнеса остались там Продажи остались И она решила подать на меня иск Кроме того, там было много фактов Там персональная информация И я ее не буду рассказывать на камеру Потому что это все-таки было в заявлении И сейчас суд рассматривает это дело О ее чести и достоинстве, которое она, кстати, оценила в одну копейку Рассматривает уже, наверное, более года Да, уже более года прошло, как началось рассмотрение дела И следующее заседание назначили аж в середине декабря То есть суд не спешит рассматривать это дело Предыдущий судья вообще его не хотел рассматривать И всяческими способами отменял заседание Буквально полгода назад В начале года у нас появилась информация о том Что на 411 батарее хотят построить собачьи Для выголособак С такой инициативой выступила тогда, по-моему, в общественном бюджете Если я не ошибаюсь Депутат Ясинович Сегодня на каком этапе Я знаю, что у тебя даже поступали угрозы Что происходит с этим участком на 411 батарее Смогли его отстоять активисты И что там было, ну, вот такой зацепкой для этого На самом-то деле там было очень хитро все продумано Проект на общественный бюджет Подал знакомый Ирина Ясинович Человек, который дрессировал ее собаку Судя по фотографиям в социальных сетях Они, в принципе, общаются довольно плотно И он является владельцем бизнеса Как раз-таки связанным с дрессировкой собак По нашему мнению Общественников, активистов Это было сделано с целью Чтобы передать в аренду Сделать это за бюджетные деньги И передать в аренду этому бизнесмену Этот участок земли В проекте общественного бюджета Было все так красиво нарисовано Что там будут все условия для собак На самом деле 5 миллионов было потрачено только на забор фактически И на минимальные проектные работы То есть люди голосовали за одно А получилось другое совершенно И с самого начала общественники боролись с этим проектом И с инициативой друзей Ясинович По той причине, что вырубались деревья на 411 батарее В документах преднамеренно переделывались адреса Чтобы эта де юре не была парком И охраняемой зоной И чтобы никакой ответственности Никто не понес за вырубку этих деревьев За, в принципе, строительство на территории парка Борьба продолжается, в принципе Активисты постоянно об этом говорят Об этом пишут Есть иски Есть куча заявлений Поданных в правоохранительные органы На какой стадии они все Я сейчас не знаю Но, в принципе, мы регулярно проводим мероприятия Возле этого доктауна Для того, чтобы постоянно привлекать к нему внимание И постоянно рассказывать о том, что произошло И как это произошло Благодаря чьим действиям была украдена часть парка И кому это выгодно И в один из моментов, когда мы проводили протесты Это был один из субботников Часть активистов пошла убирать парк А часть активистов решила поехать домой к Ирине Ясинович Куценко Ясинович И задать ей вопросы По поводу того, зачем она лоббировала интересы своих друзей И почему другие проекты общественного бюджета не проходят Которые подают действительно общественники И только если это чиновник или депутат Ну, или люди, связанные с ним Да, точнее То эти проекты прекрасно себе доходят до конца Выделяются деньги Все получается у этих людей провести Вот И после того, как мы провели акцию у нее под домом Я приехала домой Обнаружила, что мне начали поступать угрозы Мне начал писать человек У которого среди фотографий было достаточно того Что на фоне логотипа в партии В которой Ясинович, в партии доверяя делам Он фотографировался Фотографировался в форме сотрудника правоохранительных органов Вот Начал мне сначала звонить А потом писать Когда я не брала трубку В мессенджере Писал о том, что Мне могут Навредить Могут открыть на меня уголовные дела За то, что я делаю Подкинуть мне наркотики Ну Ты обратилась в органы Естественно Когда он уже в наглую начал мне звонить Я поняла, что что-то не так Сначала я понадеялась на своего мужа Он пытался связаться с этим человеком Объяснить ему, что не стоит мне угрожать Что есть кому за меня заступиться Мои друзья начали обращать внимание Провожали Привозили нас к дому Следили, чтобы Ничего не случилось Потом это все подутихло И через какое-то время Буквально полторы недели после угроз Мы начали обращать внимание Что возле нашего дома дежурят Неизвестные нам лица И дежурят четко Когда мы приходим домой И когда мы уходим из дома И как только мы вышли Они тоже уходят куда-то Мы не знаем Следили ли за нами они там В течение дня Мы обращали внимание только то Что это было возле дома После какого-то периода Мы уже там расслабились Думали там к соседям приходят Или просто постоять Однажды утром Я выходила в офис На работу И обратила внимание Что прямо у моих ворот С утра стоит человек в балаклаве Я естественно испугалась Поднялась наверх Но к тому моменту Моего мужа уже не было дома Он уехал на работу И я дождалась Когда кто-то из соседей будет идти Чтобы спуститься С кем-то С кем-то А не одной Вот И После того Как мы уже замечали Что эти люди Начинают ходить за нами Там магазин Ну какое-то расстояние Было уже четко понятно Что они за нами Ходят Мы решили обратиться В правоохранительные органы Вот Открыли дело по этому поводу По этому факту Но Результатов расследования Я не вижу Прошло уже полгода После этого Нам полгода Пришлось прожить В Киеве Потому что Ну мы понимали Что Полиция Нас Не защитит Так как Даже сейчас Когда мы уже вернулись В Одессу Я приехала Со своими друзьями К следователю Задала ему вопросы Какие действия Были совершены Во-первых Он даже не хотел Со мной разговаривать Он Делал вид Что он чем-то занят И Прятался Уходил из кабинета Когда я ему задавала вопросы В итоге Ему пришлось Ответить на них И Насколько я узнала Человек Который мне угрожал Даже не был опрошен К нему даже Никто не ездил Не ходил Никакие вопросы Ему не задавал Хотя У меня Я абсолютно спокойно Как журналист Нашла в открытых источниках Его адреса Мобильные телефоны Все Абсолютно О нем я нашла Полиция сказала Что не смогла его найти Можно ли говорить о том Что сегодня заниматься Такой журналистской Расследовательской деятельностью В Украине И в Одессе В частности Не безопасно Естественно Можно говорить об этом По той простой причине Даже не только Журналистской Расследовательской деятельностью В принципе Активизм Сейчас становится Не самым Безопасным занятием Не хотелось бы Отпугивать Конечно Людей Которые хотели бы Этим заняться Но хотелось бы Все-таки Обратить внимание На то Что Чиновники И депутаты Они не хотят Сдавать свои позиции Они не хотят Терять власть И они будут Всеми силами А тем более В Одессе В городе Который очень богатый И в котором Столько коррупции Они не хотят сесть И по той простой причине Они будут делать Абсолютно все Они готовы Убивать Стрелять И мы это уже видели На примерах Других активистов Заказывать Ну Убийства И Ну Такие вещи Которые Мне казалось Что после Майдана Уже не должны происходить Мне казалось В принципе Что такое могло быть Только в 90-х Сейчас я работаю Над несколькими расследованиями В принципе Не хотелось бы Говорить заранее Потому что Потеряется интерес Анонсы Естественно Я буду писать Перед расследованиями Когда они уже будут готовы Ну Естественно Отслеживаю Все действия Нашей мэрии Нашего мэра Естественно Слежу За каждым Депутатом Сейчас Сейчас Тем более Есть Информация О том Что Зимой Могут быть Выборы Они сейчас Все активизировались Наши Депутаты И Я думаю Что будет Очень много Интересного До выборов Происходить И Публикаций Будет Масса Не только От меня Но и от других Журналистов Моих коллег Чего бы тебе Хотелось Пожелать Одесситам Естественно Я хотела бы Пожелать Одесситам Чтобы они Больше Не выбирали Таких Людей Во власть Чтобы они Более Придирчиво Относились К Власти Не говорили Хоть что-то Им Пока что Было видно Что им Достаточно было Чтобы человек Хоть что-то делал Нужно Ценить себя Любить свой город Уважать себя И понимать Что ты всегда Достоин лучшего Чем то Что тебе Дает власть Власть Невозможна Любить Я не понимаю Как можно Любую из властей Любить Всегда нужно Требовать От них Большего И вот этого Я бы хотела Пожелать Одесситам Требуйте Большего